Приветствую вас! Мне бы хотелось обратить внимание на несколько важных деталей, которые вы указываете, может быть даже того не замечая в своем сообщении. Значит, первое. Вы пишете, не говоря до чего исходя сразу, что я любовница. И вот эта фраза, то как вы ее подали, говорит о том, что вы как бы не принимаете своего положения, что ли. То есть вы сами стыдитесь того, что вы имеете такой статус. Возникает вопрос, почему вы стыдитесь? Да, быть любовницей может быть не самое, я бы сказал, одобряемое обществом положение, не самое положение, да, одобряемое. Но в жизни бывает все. И не всегда повышается устраивать отношения с теми, когда он дорог, прямо, без третьих лиц. То есть принимаете ли вы себя такой, какая вы есть? Вот в чем вопрос. Не отрицаете ли вы себя? Не стесняетесь ли вы? Не испытываете ли вы неуверенности в том, что делаете? Потому что если это неуверенность всех, то простите, и мужчина ваш, и его жена, на которой, которая сейчас не на, чувствует это, и вам будет только хуже. То есть, если у вас есть неуверенность в себе, то давайте подумаем, как можно было бы от нее избавиться. Потому что она вам только вредит. Дальше. Дальше вы пишите, что молодой человек женился на другой женщине из-за того, что она была беременна, любви никакой нет, браки, они 5 лет, вы тоже беременны, и он боится разводиться, боится, что она не даст ему видеть ребенка, он его безумно любит. Вы знаете, я понимаю вас, я понимаю, что вы любите своего мужчину, я понимаю, что вы хотите быть с ним, и я понимаю, что вы верите своему мужчине, безусловно. Но вот со стороны это все похоже на то, что мужчина как-то оправдывается перед вами за то, что он не с вами, а с другой женщиной. И он говорит детка, что он боится родиться с ней, потому что она не даст видеть ему ребенка. Как вам заметили и еще заметят мои коллеги, женщина не имеет права лишить отца ребенка видеться с ним только на основании, что он ушел к другой женщине. И мужчина легко в судебном порядке отыграет, отберет назад свое право видеть ребенка тогда и столько, сколько он хочет. Другой момент заключается в том, что мужчина, как вы пишете, хочет развестись, развестись, но боится. Только ли потерять ребенка боится мужчина, нету ли за этим чего-то еще. Понимаете, убедить мужчину развестись после 5 лет проживания с другой женщиной, пусть она и была беременна и все почти невозможно, потому что мужчина сделал свой выбор. И что вы можете ему сказать? Какую мотивацию вы можете дать мужчине для того, чтобы он развелся? Только быть с вами, но он и так знает, что он с вами быть не может из-за того, что он женат на другой женщине. Его это не останавливает. Я бы рекомендовал вам в этой ситуации, понимая, что вам сложно, понимая, что вам тяжело, но я бы рекомендовал вам в этой ситуации посмотреть на то, кому выгодно все, что происходит. Вам точно не выгодно. Вы страдаете, вы мучаетесь. Жене вашего мужчины, если честно, я думаю, что ей тоже не очень выгодно то, что происходит, потому что делить своего мужчину с другой женщиной это всегда тяжело. Кому выгодно? Выгодно это только вашему мужчине. Выгодно, потому что с одной стороны у него есть жена, с другой стороны у него есть вы, и у него есть ребенок, и у него еще будет ребенок от вас. На которого, кстати говоря, вы имеете право подать алименты, но и только. И вот, понимаете, в этой ситуации, в ситуации, когда мужчине все нравится и мужчину все устраивает, нет, по сути, возможности его уговорить развестись, потому что это означает, что он должен будет потерять все, что он, все, к чему он привык, то есть к своему браку. За эти пять лет. Он должен будет начать менять свой образ жизни. Он должен будет перешить брак и разводный процесс, который не самый приятный, не самый быстрый, не самый дешевый, я имею ввиду по эмоциональным затратам. И зачем ему это спрашивать мужчина, если спрашивает мужчина себя, если у него уже есть вы, и у него уже есть его жена. Если вы хотите убедить мужчину действительно развестись, вы дайте ему понять, что если он этого не сделает, он вас потеряет. Он не будет с вами. Прекратите с ним контакт с тех пор, пока он не разведется. Или, по крайней мере, пока он не подаст на развод, пока вы не увидите, что он что-то делает для того, чтобы развестись. И данный поступок и будет означать, что мужчина хочет быть с вами. Потому что пока его желание быть с вами, оно проявляется, оно выражается только в словах. И эти слова для мужчины, к сожалению, значит очень-очень мало что. Потому что мужчина – это субъект поступков. Мужчина – это субъект поведения. Мужчина не тот человек, не тот субъект, который во главу угла ставит слова. Вы, как женщина, может быть судите о нем по себе. И вы, как любящий человек, склонны ему верить. Но со стороны кажется, что мужчина обманывает и вас, и свою жену. И дабы не быть голословным, если мужчина действительно хочет быть с вами, я и рекомендую вам поступить именно так. Почему? Потому что вы мучитесь, потому что вы унижаете себя, потому что вы надеетесь на то, что мужчина действительно разведется, а если я прав, он этого не сделает. Потому что ему это невыгодно, ему это неудобно, слишком хлопотно и так далее. Вот то, что вам можно сказать. То есть, резюмируя все то, что я сказал, можно заключить, что для того, чтобы мотивировать мужчину на что-то, нужно его чего-то лишить. Нужно придать мотивацию и смысл того, что вы от него хотите. А если вы этого не делаете, если вы не мотивируете мужчину на то, чтобы совершать такой поступок, то простите, он и будет тянуть время, он и будет говорить вам, что боится. Потому что, ну, поймите правильно, у меня первое образование юридическое, я как-то специализировался на гражданской сфере. И часто были вот эти вот случаи, когда женщина не позволяла мужчине видеть своего ребенка. Да, это более чем реально, женщина действительно может угрозать, но ее угрозы беспочвенны, и любая консультация с юристом это моментально устроит. И просто-напросто выяснится, что эти угрозы не просто беспочвенны, но они даже и преступны. И мужчине, если бы он действительно хотел быть с вами очень сильно, если бы он действительно боялся того, что жена запретит ему видеться с ребенком, он бы уже давно, мне кажется, проконсультировался бы с юристами и именно этот вопрос решил. А раз эта проблема продолжает быть, значит, она является лишь средством для сохранения того состояния мужчины, в котором ему удобно. Простите, если мои слова вам неприятны, простите, если вас они как-то задевают и обижают, но я думаю, что лучше правда, чем иллюзия. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!